В Калининском районе Новосибирска наградили лучших авторов патриотических проектов. Подвели итоги акции «Стафета патриотизма поколений». Какие инициативы получили признание, расскажет Михаил Якимов. VR-игра со стрельбой в тире, мастер-классы по вязанию носков, созданию новогодних открыток. В Доме культуры имени Горького открыли выставку достижений районных советов ветеранов Новосибирска. Здесь же собирают теплые посылки для бойцов СВО. Больше 80 коробок отправят в эти выходные. Сегодня мы проводим городское собрание, ветеранское, в ходе которого мы попытались подвести итоги той «Стафеты патриотизма поколений», которую мы начали 7 лет тому назад. Новый проект в этом году внедрили – это «Медики трудовой доблести». Медики трудовой доблести, народ и армии едины – мы своих не бросаем. Это название только некоторых акций, которые провели за этот год представители ветеранских и общественных организаций, педагоги, активисты территориальных самоуправлений. Всего около 2000 мероприятий. Основная идея проекта – сохранить и передать подрастающему поколению память о подвиге участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла. Довольно интересно можно познакомиться с новыми выставками, с новыми ребятами, поговорить с ветеранами. Я стояла со своими друзьями, разговаривала ко мне, подходит подполковник и начал выяснять, с какого я клуба и сколько у нас детей в клубе. Очень приятный мужчина был, с ним так хорошо и душевно поговорили. За время проведения эстафеты патриотизма поколений в Новосибирске появились новые памятники, музеи, фильмы и книги. На сцене ДК Горького авторов лучших проектов наградили дипломами и знаками отличия. Масштабность этой акции, эстафеты патриотизма, она приняла, ну такие обороты, что приняли решение, давайте не останавливаться, давайте двигаться дальше. И вот уже и сменилось руководство, и новые советы избраны. Но следующий этап эстафеты, он запущен, и сегодня подводятся итоги уже второго этапа этой эстафеты. Мне кажется, этот вопрос актуален. Акция эстафета патриотизма поколений продлится до 2025 года. В ней уже приняли участие около 400 тысяч человек. Михаил Якимов, Татьяна Кияева, Родион Токарев, Новости ОТС. Редактор субтитров А.Семкин